enterprise выше программинга идет enterprise на интерпрайсе как раз изучаются spring хибернейт разработка в приложении чуть-чуть сервлетов но gdbc не изучается gdbc изучается на программе мы с вами теперь все проекты будем создавать при помощи ну или создавать maven проекты так называемый то есть при помощи среды но maven проект maven проекты maven нужен для сборки будущих приложений когда вы писали простенькие приложения никаких зависимости у вас там не было то есть вы пользовались полностью классами из стандартной поставки которая идет gdk из джерия да то есть вы пользовались теми классами и теми зависимостями которые уже у вас есть если же вы хотите писать приложение с использованием каких-то сторонних библиотек которые будут вам помогать решать какие-то дополнительные задачи вам эти сторонние библиотеки надо подключить к вашему проекту чтобы подключить к вашему проекту их надо откуда-то взять откуда-то скачать взять какой-то скорее всего джарник подключить его как зависимость к вашему проекту и потом использовать иногда поиски этих джарников занимают довольно много времени плюс их надо качать их надо подключать если вы хотите поменять версию надо искать новый то есть неудобно есть сборщики проектов которые эти зависимости эти библиотеки находят сами автоматически в своем репозитории подкачивают подключают к вашему проекту и позволяют вам этим пользоваться плюс maven позволяет не только подключать зависимости он позволяет собирать приложение с различными настройками то есть вы можете настроить сборку приложения с какой-то зависимостью без зависимости перед сборкой например про выполнить все тесты то есть мавана есть такое понятие как голос и то есть цели и выполняя ту или иную цель вы получите тот или иной результат то есть за каждой вашей хотелкой грубо говоря стоит какая-то цель то есть вы хотите скомпилировать ваше приложение выбираете цель там компайл вы хотите собрать архив выбираете там цель package вы хотите выложить ваше приложение на сервер выбираете цель deploy за каждой этой целью стоят какие-то плагины их очень много больше ста точно есть плагины которые мавановские родные можете брать сторонние плагины других как бы разработчиков вы можете использовать плагины в стандартных конфигурациях то есть взяли плагин к себе его подключили использовать поможете его еще дополнительно конфигурировать чтобы он работал как-то по особенному то есть мы с вами это начнем изучать начнем по факту в конце вы будете собирать ваше в приложение при помощи мавана получать варник и этот варник деплоить в том кат в контейнер сервлетов в конце курса каждый из вас должен будет написать свое веб-приложение какое веб-приложение писать вы можете выбрать сами я могу вам предложить например кинотеатр то есть в принципе задача довольно интересная плюс есть где подсмотреть то есть вы берете любую систему бронирования билетов смотрите как она реализована выбираете из этой реализации но я имею ввиду из интерфейса то что вам нравится из бизнес логики то что вам не нравится и пишите свое понятно что кода вы там никакого не увидите вы только посмотрите бизнес-процесс как организован то есть куда зайти что клацнуть чтобы получить список фильмов чтобы получить список сеансов чтобы увидеть картину свободных мест клацнуть по месту и его за собой как бы закрепить то есть вот программа максимум которая в конце курса у каждого надеюсь получится вы создадите свое приложение по ну скажем по покупке или по бронированию мест в кинотеатре это приложение будет лежать например на каком-то сервере будет доступна через веб-интерфейс там будет регистрация пользователей будут разные роли у пользователей будет роль администратора роль юзера как минимум может быть вы придумаете еще какую-то роль кассира и так дальше также она будет работать с базой данных и все всю информацию о сеансах о фильмах о пользователях об их заказах вы будете хранить в базе данных в качестве базе данных рекомендую вам использовать mysql можете использовать позгри но в принципе я думаю вот выбор между этими двумя mysql попроще не докажет в принципе а там что тот sql что тот sql язык запросов поддерживает поэтому особой разницы из джава вы не заметите единственно будет проще сложнее установить у себя на компьютере mysql сервер или позже сквельсер все в джаве просто будете использовать или драйвер для mysql сервера или драйвер для позже сквельсер все запросы одинаково туда будут идти то есть вы со стороны джавы как бы особо разницы не почувствует для потренироваться можно поставить два и между ними в приложении переключаться вас приложение одновременно может и с тем и с тем работать не одновременно по очереди одновременно наверно смысла нет зачем одновременно две базы используют вы можете или тот или тот переключаться через конфигурационный файл конфигурационном файле пишите там позри используется позри пишите mysql используется mysql это мы тоже с вами будем учиться делать будет конфиг файл текстовый в котором это все будет описано там вот у нас хранится логин и пароли к базе данных я имею ввиду вопросы кому что непонятно да для реализации приложения мы с вами будем использовать gdbc мы будем использовать сервлеты мы будем использовать gsp все кто по желанию можно самим поучить css и java script css чтобы сделать это красивым java script чтобы это сделать динамичным но это как бы frontend технология они в курс наш не входят а ну то есть тут я же говорю как бы кто знает кто по фронте не разбираться тому это будет не сложно кто не разбирается но я думаю в принципе времени у вас и не будет разобраться так будет много задач которые надо будет решать поджар ну там будет немного html а совсем gsp это там свои штеги там там того html а практически не будет то есть там свои формочки свои теги она будет такой не очень красивая но функциональная то есть все функции по заказу билетов она исполнять будет но красотой занимаются верстальщики то есть вы создаете логическую часть да создаете бегу как бы бизнес логику а всей оформительской частью это уже занимаются дизайнеры и верстальщики ну и фронтендеры если у вас там java script там но это то что вы на выходе должны будете сделать но писать приложение мы с вами начнем уже всего ну как бы сегодняшнего занятия вы уже начнете его продумывать то есть написание приложения мы с вами растянем на весь процесс обучения следующему занятию вы должны будете делать так называемый макапы и продумать бизнес логику то есть вы должны будете продумать что как ваше приложение будет работать что увидит пользователь когда зайдет на вашу страничку да вы должны будете сделать макапы что такое макапы макапы давайте пример покажу просто другой правда другой системы вот у вас есть авторизация то есть это как бы как организован бизнес-процесс вот есть вы зашли страничка авторизации после того как вы авторизировались вам становится доступен перечень страниц и вас автоматически например переводят вы например авторизировались как диспетчер вата и вы попадаете на главную страничку диспетчера дальше с этой главной страничке диспетчером он может переходить на разные другие странички смотреть какую-то статистику какие-то описания то есть это как бы бизнес-процесс как построен авторизации потом зависимости от того под какой учетной записью вы авторизировались вам доступны разные странички другие с которой вы можете дальше уже осуществлять передвижение по вашему приложению после того ну вот например страничка авторизации вот страничка куда попадает пользователь после авторизации вот это макап то здесь нету красоты здесь нету дизайна здесь нету фонов здесь нету шрифтов но здесь описан весь функционал то есть вы видите куда может уйти пользователь какие ему доступны пункты что он может выбрать какие кнопочки ему доступны какая информация ему отображается какие графики строится и так дальше после клацания на кнопочку он переходит на другую страничку потом на другую потом еще на какую-то и вот так наш пользователь движется по приложению и видит вот такие вот окошки вот это называется макапами то есть вы должны будете продумать бизнес логику вашего приложения то есть пользователи какие они будут то есть администратор юзер кассир может еще какая-то роль у вас будет пользователей потом странички авторизация главная страничка юзера главная страничка администратора главная страничка кассира что на ней находится какую информацию может эта роль увидеть куда она потом может пойти если она туда пойдет что она увидит какое это будет иметь представление понятно окей и это вам задание но если ну можно даже не на одно занятие а как бы вы должны это продумывать то есть вы должны найти аналогичные сайты то есть зайти на те ресурсы где торгуют например билетами кинотеатра кинотеатра посмотреть как у них это реализовано продумать свой свою бизнес логику нарисовать вот такие вот окошечки схематически это можно сделать при помощи редакторов их много для макапов можете посмотреть я ссылку на этот редактор в котором было сделано то что я показываю кино а не это другой был не макап что-то там единственное что он платный но там есть триал на месяц за месяц вы точно его сделать вот так время не ну и все можно ну просто мы что-то честное вот то есть вы можете взять ту же тот же редактор что я показывал там это нарисовать месяца вам точно хватит в pdf и сохраните больше он в принципе вам пока не нужно это вам ну задание на несколько первых занятий то есть вы продумали бизнес логику вы продумали дизайн ну или макапа до архитектуру вашего будущего приложения потом вам надо будет продумать какие у вас будут классы какие у вас будут интерфейсы какая у вас будет база данных какие таблицы у вас будут в базе данных и когда мы с вами подойдем к изучению gdbc вы уже будете знать что у вас базе данных должно храниться как оно там должно располагаться какие там у вас таблички какие столбцы и так дальше но когда мы подойдем с вами к изучению сервлетов и gsp вы непосредственно начнете свои вот эти макапы переносить уже как бы ваше веб приложение и будете запускать она будет работать кому интересно чтобы это еще в мир выложить на амазоне дается даются сервера на год бесплатно то есть вы можете а какие там конфигурации а по железу что там а база данных тоже можно подходит как называется open shift о вот видите то есть вот вам skype чат можете друг с другом делиться информацией а 3 да а там тебе дают просто доступ к тамкату ибо ну то админку том ну ты управляешь сервером через консоль или тебе дают просто админку томката админку базы данных и там тебе ограничения по таблицам и ограничения по количеству приложений в томкате всем а тут тебе дают vps тебе дают виртуальный сервер где ты сам можешь поставить линукс сам поставить томкат сам поставить базу данных какую хочешь там поставить еще дополнительный софт подключиться к этому серваку через ssh увидеть это все на через консоли то есть полная свобода действия тебе дают виртуальную машину 2 гигагерцовым процессором из гигом оперативки и по моему 30 гигабайт винтом и что хочешь там то и делай и она вот бесплатная то есть грубо говоря потренироваться вот как ну как бы то есть процесс разработки с нуля тебе дали голую тачку и ты должен на ней развернуть приложение то есть ты прошел весь путь если ты придешь на предприятие тебе скажут пиши ты по крайней будет будешь знать что тебе делать скажут вот у нас есть сервер вот железка вот она гудит мы хотим вот такое приложение что делать мы не знаем ну вот это если вы пойдете на какое-то предприятие где например продукты делают да ну понятно скорее всего там кто-то будет вам скажут что делать ну я такой знаете образно вы пришли никто ничего не знает а вы самый умный вот и вы всем говорите что делать вы скажете мне надо то мне надо сё кресло большое чай кофе ствол я вам все напишу понятно да то есть понятно что тут джавы как таковой мало там линукс базы данных надо самому ставить самому томкад ставить настраивать там томкад авторизации пользователей политики но все равно вы от этого никуда не денетесь все равно вам надо будет общаться с линуксом понимать что это как это и чем раньше вы начнете с этим знакомиться тем лучше пока как бы это я вам описал бонус программу да а так у нас это будет все локально на нашей машине вы будете это запускать и по локал хосту смотреть свое будущее приложение ну конечно но это и только многопоточность там ну мы мало там делаем сами скорее всего вы даже тут многопоточность сами писать не будете она работает из коробки то есть у вас есть веб сервер до который за вас эту многопоточность всю реализует а вы просто говорите что сделать если придет пользователь что ему показать как с ним общаться куда его пускать куда не пускать то есть как бы а саму многопоточность всю за вас уже веб-сервер будет реализовать а вы будете только как бы самой верху логики находиться но бывают такие ситуации вы с ней пока вряд ли здесь столкнетесь когда надо много по точности самому будет делать да то есть какие-то распределять задачи тяжелые ну например например вот пришел пользователь и делает заказ а у заказа постобработка большая то есть вы получили от пользователя заказ ему же надо что-то сразу ответить да сказать да мы заказ твой получили все хорошо классно все ложись спать завтра все привезут у вас вы от пользователя когда заказ получаете вы должны там в базе что-то найти кому-то какие-то задачи дать что-то положить что-то посчитать на удаленную базу сходить все пообновлять да и только и это как бы уже не зависит от того вы пользователю можете сразу сказать окей все хорошо а вот это уже как бы фоне делать и тут контейнер за вас это не сделает это надо отдельным потоком выделять пусть она там само шевелится вы пользователю говорите все хорошо если вы это не сделаете ну пользователь будет сидеть и ждать пока у вас вся эта бизнес логика отработает а потом вы ему сказать и все хорошо это вот ну как бы это утрированно так рассказал но смога по точностью мы столкнемся я вам этот пример вспомню когда будем учить с вами многопоточность вопросы это я вам обрисовал к чему мы будем идти до наш наше светлое будущее давайте теперь переходить непосредственно к нашим сегодняшним будням покажу вам мавен вот идея кто в идее кто в эклипсе в эклипсе те кто работает много раз остальные все идеи пользуются ну тогда будет проще мне по крайней мере если кому-то ну я в эклипсе тоже как бы эклипсом пользовался но если честно его начинаю уже забывать потому что им пользоваться последний раз года два назад окей что вам надо сделать как создать проект выбираем файл выбираем new выбираем project здесь видите здесь есть maven проект я выбираю maven проекты и обязательно проверьте чтобы у вас здесь стояла какая-то gdk часто когда вы только среду установили он сюда ничего не пишет а потом вы понимаетесь блин почему же он не знает что такое стринг да вроде знакомый класса он не знает то есть вот обратите внимание что здесь чтобы здесь стояла какая-то gdk ну или zdk и желательно чтобы это было 1.8 дальше есть галочка create from archetype что такое archetype archetype это как бы шаблон вашего будущего проекта пока нам шаблоны не нужны у нас очень простенькие самые простые приложения да но когда мы с вами начнем создавать веб-приложение то уже начнем пользоваться архитайпами почему потому что там структура папок уже предопределенная есть папка например web apps там папка ресурсы и так дальше то есть приложение имеет уже определенную необходимую необходимое количество папок да их можно создать вручную потом полезть настройки сказать какая папка за что отвечает но зачем если я могу поставить галочку выбрать мне нужный архетип и получить ту структуру приложения которую бы мне хотелось пока мы этим пользоваться не будем нажимаю next здесь нужно уписать group id и rt что это такое помните я вам сказал что сборщик проектов может лазить в репозитории и там искать нужные зависимости какие-то библиотеки так вот эти библиотеки необходимые он он ищет по трем как бы идентификатором это группа id это артефакт id это version то есть группа id говорит какой ну какому какой какой группе этот ваш пакет относится артефакт это конкретный пакет да а версия это конкретная версия то есть у вас один и тот же проект может быть под разными версиями кто что-то спрингом пользовался там куча этих версий выбираем ту которую хотим и иди и здесь как бы логика такая что даже когда вы пишете приложение и вы его не собираетесь никуда ну ниоткуда потом качать ни в какие репозитории выкладывать но тут говорят ты все равно напиши свою группа id свой артефакт id версию мы потом твой архив можем положить в репозиторий и ты его оттуда потом можешь пользоваться например вы пишите какую-то библиотеку написали в джарник ее спаковали на удаленный репозиторий корпоративный положили например и все ваше предприятие по вот этому группа id артефакт id версию его оттуда может качать и им пользоваться группа id часто пишут сюда ну доменное имя организации в обратном порядке но вообще это необязательно сюда можно писать все что угодно некоторые так и делают а мы напишем сюда это орг ой ой это орак алакедами артефакт id у нас с вами это будет давайте напишем программинг группа у нас с вами программинг тренинг октобер xvi версия ну самая начальная 1.0 снапшот снапшот это типа самый базовый уровень нажимаем next project name это уже имя проекта я думаю всем привычно да пишем здесь программинг октобер xvi это куда я его хочу положить положить я его хочу вот сюда не сюда финиш enable auto import он вначале спрашивает что это такое это он будет автоматически подтягивать зависимости из ваших из настроек вашего проекта надо будет ничего дополнительно клацнуть чтобы он подтянул ту зависимость которую вы укажете что он здесь создал где моя папка или он его еще не досоздал папка папка но это идеевский external libraries папки он не добавил то есть придется добавлять их ручной у maven проектов есть жестко заданная архитектура лениться а не не потому он сейчас он не в ту папку его положил я смотрю сейчас подождите мне не за архетипом он его взял в корень в корень положил нехорошо видишь что он сделал вот папка src вот идея вот торжет давайте удалю заново покажу нехорошо так я ему задал явно в какую папку ложить а он папку для проекта не создал а положил ее в корень который я указал торжет лишняя файл new project мавын архитайп не нужен файл 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 вот теперь правильно будет вот видите то есть просто путь был указан к проекту неверно теперь я ему сказал папку чтобы отдельную использовал для моего проекта вот пап ну как бы название проекта вот конфигурационные файлы идеи вот src это source коды причем у maven проектов своя специальная архитектуру как бы структура папок то есть папка src в не обязательно должна быть папочка main раньше если вы создавали проекты без maven папочки main у вас не было теперь в source кодах обязательно должна быть папка main в папке main обязательно должна быть папка java папка java является как бы папкой в которой вы в которую вы будете ложить ваши исходные коды ресурсы с это папка которую он создал тоже автоматически здесь или сюда мы будем вложить все папки как все файлы которые не являются исходными кодами то есть все что не java картинки какие-то конфиг файлы текстовые файлы все ложить сюда то есть все что не код все сюда все что код все сюда понятно дальше что еще папочка тест это папочка для тестов если тесты когда мы с вами будем писать тесты мы сюда будем складывать тесты для тестов будем использовать юнит тестирования тоже здесь папочка java здесь здесь как раз будут лежать ваши тесты файлик пом xml тот которого раньше не было что это за файлик в этом файлике хранятся настройки maven то есть это конфигурационный файл maven maven в котором вы говорите maven что делать и как делать если вы хотите какую-то зависимость ее надо здесь прописывать если вы хотите какой-то дополнительный плагин его надо здесь прописывать если вы хотите указать или сказать плагину или дать плагину какие-то дополнительные настройки тоже здесь то есть здесь вы пишете все что касается maven как вы хотите чтобы он работал что вы хотите чтобы он делал все пишется сюда пока он как вы видите практически пустой здесь только стандартный заголовок xml версия мой группа иди артефакт айди вершин все больше здесь ничего нет если я захочу прописывать какую-то зависимости я его должен буду писать вот сюда например я хочу в зависимости для юнит тестирования есть такая библиотека джей унит для того чтобы у меня работали юнит тесты я хочу сюда подключить где ее взять идем в интернет просто вот даже здесь пишем джей юнит мауэн и первое у меня выводится мауэн репозиторий то есть это тот глобальный мауэн репозиторий где вы можете искать зависимость перехожу и он не ладжи юнит машину предлагает купить диван версия 412 вот 412 последняя версия глюда мне подходит джей унит версии 412 наверное где-то есть и по помоложе 14 года что после 14 никто ничего не писал ну и ладно и и смотрите вот здесь есть давайте лупу включу видите закладочка мауэн и вот такой кусочек кода кусочек это скажем так xml xml тех депенденции я его беру и копирую я его скопировал теперь иду в мой пом xml здесь я должен сделать тег депенденции с и для всех зависимостей ставлю открывающуюся такую скобочку пишу депенденсис он мне подсказывает и сюда вставляю тот код который скопировал все я подключил библиотеку я могу пользоваться уже юнит тестирование не надо качать файлы не надо их никуда складывать не надо их настройки прописать все я библиотеку подключил и так я могу подключить любую хотите спринг хотите хибернейт хотите сервлеты идем туда вводим нужное вам название вам дается список доступных для вас версий клацайте копируете вставляете все теперь вот здесь external libraries смотрите видите появилась мауэн джей юнит все мне библиотека это подключено я и могу пользоваться теперь он знает те классы которые здесь есть довольно просто дальше плагины плагины основной плагин который будет вам нужен это плагин для компиляции и для сборки потому что там надо указывать с версию gdk который вы пользуетесь для которой вы это пишете подкрою другой проект какой-то оттуда скопируем что наизусть я не помню как это все пишется видите зависимости сколько может быть то все зависимости вот участок сборки нам нужно не все отсюда final name нам не нужен вот плагин вот плагин для сборки все остальное лишнее так build в нем плагин с здесь плагин и мы с вами используем плагин для компиляции вот maven compiler плагин он у меня уже есть он автоматически как бы используется я единственное это написал для того чтобы указать дополнительные конфигурации для моего плагина для того чтобы указать source и tarjet source это какое gdk я буду использовать tarjet это под какую версию gdk я пишу или под какую версию gre мой проект рассчитан то есть вы можете использовать 18 но писать под 17 или под 16 понятно в чем идея но он умел до этого но как-то с параметрами вот этими по умолчанию и по умолчанию помоген 5 используют мне как бы недостаточно причем видите здесь еще как это интересно написано здесь это написано в виде ссылок видите доллар gdk version доллар gdk version зачем это делается то есть я могу прям сюда версию руками написать но потом видели они могут быть здоровыми я захочу поменять какую-то версию мне надо будет по всему этому sql документу лазить исходишь версии это указано поэтому зачастую все вот эти перемен все значения которые в будущем могут быть изменяем как бы изменяем и делают переменными и выносят вначале пом xml вы открыли у вас вначале весь набор переменных вы сразу видите какие библиотеки используются какие там у вас дополнительные пропортизы имеются и так дальше вот эти пропортиз я их просто возьму и вот сюда скопирую вот это лишние сервлетов здесь нету gdk version 18 это кодировка мы с вами пока это же пользоваться не будем все вот у нас одна пока только одно только свойство а не энкодинг есть ссори давайте энкодинг вернем вот эту вот эту версию но ее я пока ни разу не менял можно тоже вынести отдельно но это меняется намного реже то есть тоже можно вынести в принципе вот у нас source таржет и кодировка которая будет ну которая будет использована в нашем проекте при сборке теперь вот здесь мы можем открыть с вами maven закладочка специальная для maven а вот здесь есть программинг мой но название моего проекта вот здесь есть life cycle life cycle это как раз те жизненные goals или жизненные цели ну то есть цели maven а вот есть clean почистить validate провалидировать компайл скомпилировать тестировать паковать верификация install сайт диплой ну в основном пользуются клином пэкэджем клин компайл пэкэдж диплой вот этот основные которыми пользуются компайл скомпилировать пэкэдж собрать в какой-то архив архив вот тут можно указывать пэкэджинг и я могу выбрать какой архив я хочу чтобы это собрали архивов видите есть много это enterprise архив сюда собираются большие веб-приложения вар это веб-архив сюда собираются веб-приложения jar java архив сюда обычно собирают библиотеки и стендалон аппликейшены так называемые ну десктопные приложения можем собрать в jar если вы хотите чтобы ваш jar был рано был то есть запускаемым то соответственно нужно подключать нужный плагин и плагин учить быть чтобы ваш архив был запускаемым то есть вы подключаете плагин и дополнительными конфигурациями указываете что вы хотите запускаемый jar или рано был джор зачем дополнительные настройки в рано был джорах есть дополнительные файлы в которых написано даже не дополнительные файлы а файл конфигурации в котором указываются где лежит main в каком классе лежит main то есть вот это единственная важная запись то есть откуда стартовать ваше приложение где main лежит все остальное в принципе такой же и зачастую если вы делаете стендалон аппликейшен иногда нужно ваше приложение зависимости все внутрь вложить все библиотеки которые ваше приложение сторон не используют надо будет тоже ваш архив добавить чтобы пользователь потом не бегал и не искал их что непонятно то есть это такой короткий ликбез об маване то есть мы мало нам будем активно пользоваться все приложения будут с маваном не маман это отдельное приложение с которой идея взаимодействует в идеи уже есть а можно поставить отдельно а нету можно тут нажать файл вот тут вот тут есть файл сеттинг файл сеттинг и вот здесь есть building здесь есть я должен быть мало кто видит слова мало билд вот кампайл наверху то написать можно мало ну это же просто давайте ладно мало напишем уж таки быть билд тулс вот билд тулс надо было зайти вот мало и вот маман видите бандалт маман это встроенный маман но я здесь могу нажать вот такую кнопочку и указать путь к моему собственному маману который я поставил отдельно ну поставил отдельно это скачал с интернета потому что маман написан на джаве его ставить это просто возьмите zip файлы и разархивируйте куда угодно и просто это у вас будет как бы в этой папочке лежать маман ну например у меня есть worksoft apache маман окей вот такие теперь у тебя другой маман и play ok могу нажать например клин видите сейчас он мне будет писать что он работает вот он мне пишет информацию о том что вот он там чё-то там отработал то есть он выполнил мое задание говорю теперь скомпилируй да компилирую скомпилировал видите папочка таржет появилась там лежит все скомпилирование а теперь упакуй мне пожалуйста сейчас упаковываю упаковал иду в таржет вот мой джар ник где лежит собранный мой пустой проект можно сразу несколько клин зажимаем control package то есть он сейчас и вот тут не туда нажал и вот тут нажимаем выполнить и он сначала все сотрет потом все заново скомпилирует и упакует да есть только плюсы это упрощает жизнь не код не все пользуются сборщиками но это нереально ну там доходит до того что вы в ма вы не можете какие-то конфиге писать которые будут автоматически потом подставляться вы можете собрать там собирать ваши приложения под разные сервера автоматически он будет то есть вы там галочку поставили собрали и все одну две кнопки нажали и он все это за вас там все где надо по прописывал везде полазил но это то есть все библиотеки подтянул большие приложения руками никто не собирает то есть мавин это как стандарт де-факто все им пользуются есть еще градал он помоложе и посложней одно время он как бы был очень в тренде да все ему все как бы считали что это как бы будущее будущее но как-то он кусок от мавана отъел и где-то на этих и как-то притормозился просто здесь xml конфигурирует а там свой язык отдельный простенький но отдельный язык со своим синтаксисом то есть ну плюс градал используется в для написания андроида то есть в android студии сборщиком является граду хотите писать в android студии android приложения никуда не деньтесь вы должны будете его использовать если вы пишете на джаве это можете использовать маван можете использовать граду можете использовать ант но он там совсем все сложно там сам то есть каждый каждый шаг каждый поворот там но там скрипты у такие пишу и пишешь пишешь но зато он позволяет делать очень много но вернее более точная настройка за счет того что там все прописываешь руками ну это надо очень редко и в обычно в старых проект поэтому сейчас в основном все маван использует поэтому можете почитать что это такое создать дома маван проект какую-то зависимость подключить попробовать выполнить ну clean package сделать посмотреть что он у вас тут пишет что он как делал понятно хорошо да но я обычно делаю clean package будут и закладочка вот эта панелька правая включается вот тут внизу хорошо давайте непосредственно теперь к занятию это мы с вами как бы такое вот вступление а теперь поговорим и или можно сказать повторим расширенный дизайн классов то есть в рамках этой лекции мы с вами повторим что такое абстрактные классы и интерфейсы когда использовать абстрактные классы когда интерфейсы что такое статики final вспомним а также выучим что такое вложенные классы и перечисления перечисления этой нумерейшн все помнят что такое интерфейсы все знают да окей что такое полиморфизм помните что это такое ну как то слишком абстрактно ну да это запомните такое короткое определение один интерфейс множество реализации то есть когда у вас где-нибудь на собеседование спросят что такое полиморфизм то есть это определение будет очень уместно оно простое но в то же время показывают о том что вы понимаете о чем вы говорите но о чем вас спрашивают в принципе если физически что это такое это напоминаю же опять у вас могут быть ссылочные переменные инициализированными объектами типов потомков да и вы как бы вызываете методы на ссылочных переменных например типа шейп но в этой ссылочной переменной хранится ссылка на объект риктангал и вы в каком-то эдитаре на ссылочной переменной типа шейп вызываете метод дро дрова вызываете как бы на шейпе но отрабатывает дро из ректангала а как этот механизм называется что мы вызываем метод родительского типа ну это называется восходящее преобразование а сам вот этот механизм когда мы вызываем метод родительский как бы отрабатывает метод потомка перегрузка это не то переопределение а механизм как называется динамическое связывание называются то есть когда мы вызываем метод как бы метод класса шейп но отрабатывает метод класса а ректангал называется динамическое связывание при помощи как раз этого динамического связывания и стало возможно реализация полиморфизма не было об этого динамического связывания, не было никакого полиморфизма. Абстрактные классы. Кто помнит, что это? И зачем это? То есть, когда мы создаем класс настолько абстрактный, мы описываем настолько абстрактное понятие, что мы этому понятию не можем дать конкретных реализаций каких-то. Конкретного реализации методом этого класса, да, в основном. То есть, понятие настолько абстрактное, что понятно, что метод там должен быть. Но какая у него реализация, непонятно. Мы не можем указать конкретную реализацию. Либо же мы просто хотим запретить создание объектов этого класса. То есть, как запретить создать объекты класса? Два способа. Абстракт первый. Файнал это мы запрещаем наследование. Второй. Конструктор private. Все, его вызвать нельзя. А если у вас приватный конструктор, как же создать объект этого класса? Каким? Метод фабрика. Кто помнит, что такое метод фабрика? Статический метод. Результат которого объект его же класса. Результат которого, результат работы которого, объект класса, которому этот метод принадлежит. Называются методы фабрики. А почему он может вернуть вам объект? Потому что у него есть доступ к приватному конструктору. Где есть приватный конструктор. Понятно? А зачем нужны методы фабрики? А что конструктор не сделать публичным и вот это... А? Ну, инкапсуляция чуть-чуть другое. Ну, то есть, мне метод возвращает объект. Да что же просто тогда конструктор публичным не сделать? Конструктор тоже возвращает объект. А что? Зачем усложнять так? Сделать метод, который дернет конструктор, создаст объект и вернет вам этот объект. Чего просто не дать доступ? Это нужно для того, чтобы вы могли как бы встрять, нехорошее слово, вмешаться в процесс создания объекта. То есть, если вы делаете публичный конструктор, кто вызовет этот конструктор, тот получит объект. И вы как бы здесь не властны. То есть, вы ничего не можете взять. Если конструктор публичный, любой его вызывает и получает объект. Правильно? И сколько раз он его вызовет, столько объектов он получит. То есть, количество вызовов конструкторов равно количеству новых объектов. Всегда. А здесь вы делаете метод У которого просят Дай мне объект А внутри ваша логика Вы думаете, да сейчас я подумаю Какой тебе объект дать И дать ли тебе его вообще То есть вы становитесь посредником По работе со своим же конструктором Если он публичный То нет там никакого посредника Каждый кто хочет Есть автомат В нем Автомат с газировкой, в нем чашка стоит Любой подошел, в чашку воды набрал и попил А тут вы чашку в руке держите А я подумаю, дать ли тебе чашку Идею поняли? То есть и на этом реализуются Некоторые Шаблоны проектирования Какой самый распространенный шаблон На приватных конструкторах На синглтон Ну, абстрактные классы Могут содержать что? Абстрактные методы Абстрактные методы Из абстрактных классов Можно создавать объекты? Нет А что можно делать с абстрактными классами? Их можно наследовать А у абстрактных классов Могут быть конструкторы? Могут А зачем они? Конструкторы в принципе никогда не наследуются Они вызываются То есть Механизм Создания Объектов Классов У которых родитель Ли абстрактный Такой же То есть Из класса Наследующий абстрактный класс Вызывается конструктор Своего абстрактного родителя То есть Супер никто не отменял То есть Конструкторы там есть Единственное Что при помощи этого конструктора Вы не можете Создать Отдельный объект Помните это Хорошо Если вы наследуете абстрактный класс Что вы должны сделать? Переопределить Все абстрактные методы А если вы этого не сделаете То ваш класс должен быть тоже абстрактным То есть абстрактный класс Может наследовать другой абстрактный класс И тогда он не должен ничего реализовать Может, но не должен А может абстрактный класс быть без абстрактных методов? Да Можете взять любой класс И просто ему дописать абстрактный Все Класс абстрактный И абстрактных методов в нем нет И если вы его наследуете Соответственно Ничего вы переопределять не должны Запретить создание объектов этого класса Ну, так редко делают Но так можно делать Ну, я думаю Тут мы с вами все проговорили Интерфейсы Интерфейсы, во-первых, определяют новые типы данных То есть каждый интерфейс определяет новый ссылочный тип данных Из интерфейсов нельзя создавать объектов У интерфейсов нету конструкторов Помним это, да? Что может быть у интерфейсов? Кто помнит? У них могут быть константы А какие они? Public, static, final То есть все поля интерфейсов Статические константы Причем даже если вы модификаторы Static и final не укажете То они все равно будут Public, static, final Что еще может быть у интерфейсов? Какие? Абстрактные методы Причем даже если вы Причем они всегда public и всегда abstract Даже если вы не напишите public и abstract Они все равно public и abstract Что еще? Дефалтные методы, но только начиная с какой версии? Восьмой Начиная с восьмой версии Дефалтные методы могут иметь реализацию Вернее не обязаны иметь реализацию Даже правильно сказать А что еще может быть? Ну интерфейсы бывают функциональными Но это интерфейсы, у которых только один абстрактный метод Еще могут быть статические методы В интерфейсах Но это тоже только начиная с java 8 Обычные статические методы Тоже могут быть в интерфейсах Отличительная особенность интерфейсов Еще заключается в том Что интерфейсы могут наследовать Много других интерфейсов То есть среди интерфейсов Множественное наследование Если Окей Как класс реализует интерфейс? Ключевое слово мы берем с вами Например у нас есть класс short Он может экстендить класс closing И может реализовать любое количество интерфейсов То есть наследовать вы можете только один класс Но реализовать вы можете Бесконечное количество интерфейсов Если вы реализуете интерфейсы Что вы должны сделать? Да, переопределить все абстрактные методы Этого интерфейса Если у интерфейса есть статические И дефалтные методы Вы их переопределять не обязаны Причем статические методы Вы в принципе и не можете переопределить А что происходит если у родительского класса Есть статический метод с таким же именем И сигнатурой И типом возвращаемых данных? Как это называется? Называется hiding Да, то есть Для не статики называется Overriding Для статики это hiding Все это помнят Если Ну мы сейчас как бы повторяем то что вы должны знать Если кто-то не знает У вас сейчас есть возможность Спросить Я вот это забыл Я это не помню Я это не понимаю Я это не дочитал Не доучил Давайте разберемся Мы с вами это разберем Есть у кого-то вопросы Потому что мы повторяем Просто это очень важно И это будет везде использоваться Окей Причем помним Что абстрактные классы Могут реализовать интерфейсы Если абстрактный класс реализует интерфейс Что происходит? В чем здесь фишка? Реализация абстрактными классами интерфейсов Зачем это иногда делают? Не помните? Преимущество в том Что если абстрактный класс реализует интерфейс Он не обязан реализовать все абстрактные методы интерфейса Он вообще может ни одного не реализовать И к нему все так абстрактные придут И теперь у вашего абстрактного класса Будут еще все те же абстрактные методы Что и у интерфейса Зачем это делают? Это делают для того, чтобы ваш абстрактный класс Реализовал часть Абстрактных методов интерфейса Но не все Например, у вас есть интерфейс Вообще такая абстрактная штука Интерфейсы зачем нужны? Для декларации функциональности какой-то Мы говорим Этот интерфейс, например, лист Что он говорит? Он говорит, какие должны быть методы у того, кто хочет быть списком Понятно, что такое список? Список это функциональность упорядоченного хранения данных Ну, список То есть, в каком порядке положили, в таком порядке и лежит И, соответственно, вы можете в список данные ложить Доставать Удалять Искать Ну и так дальше Какие-то операции с ними произойти То есть, грубо говоря, это хранилище Хранилище данных Обладающих характеристикой упорядоченного хранения То есть, основная фишка То, что в каком порядке ложим, в таком порядке и лежит Вот это самое важное То все списки отличаются вот этой последовательностью Сохранением своей последовательности И лист говорит Я декларирую функциональность упорядоченного хранения данных То есть, я объявляю те методы, которые должны там быть А у листа есть реализация Абстракт лист То есть, абстрактный класс, который реализовывает интерфейс Зачем? А затем, что часть методов Реализация у которых для всех потом общая Он уже реализует Он говорит Какие-то методы Что их к потомкам передавать Если и так понятно, какими они должны быть Реализация Он их там реализовал Но часть реализовать не могу Слишком это уже специфическая штука Давай, пусть уже мои потомки дореализуют за меня Понятная идея? Вот связка Лист вообще абстрактное такое понятие Не, ну давайте так Интерфейс абстрактное понятие За ним может следовать абстрактный класс Который часть методов уже реализует За ним идет уже конкретный класс Который все методы реализует И вот у вас как бы такая плавная переход Плавный переход Из декларации функциональности К реализации этой функциональности Так часто делают Интерфейс реализации Интерфейс реализации Бывает еще посредник Который, ну промежуточный слой Который часть реализации дает Только то, что осталось абстрактным Ну не фильтр, а как бы промежуточный слой Который часть сделал, но не все Ну часть реализовал, но не все Потомки да, реализовывают В чем этих Ну, то есть вот такая идея То есть просто иногда встречаются Думают, блин, а зачем Зачем эти абстрактные классы Можно же только интерфейсами обойтись Ну вот, как бы вот В доохах мы с вами это будем использовать Когда будем работать с базами данных Ладно Абстрактные классы против интерфейсов Ну, когда что использовать Если у вас есть какая-то Конкретная реализация уже Используйте классы Если у вас совсем абстрактное понятие Где реализации нету Используйте интерфейсы В принципе мы с вами разобрались Основные отличия, да, у кого что Когда что использовать Ну, как я сказал Если нет методов с реализацией Это интерфейсы Есть методы с реализацией Это абстрактный класс Чтоб как бы много не говорить А чисто по сути Использование интерфейсов Важное понятие Все должны понимать Что в Java принято Программировать через интерфейсы С такой понятия Программировать через интерфейсы То есть Признак хорошего тона Когда тип ссылочных переменных По максимуму это интерфейсы То есть тип ссылочной переменной Это интерфейс А потом Мы в эту ссылочную переменную Уже записываем объект Класс которого Этот интерфейс реализует А в чем здесь преимущество Зачем так делать Чтоб не написать Ну, вот давайте с вами Да, то есть Это очень важно Эта нам штука уже не нужна Это очень важно Так, а наверное У меня горячие клавиши Ну, новый комп Поэтому и с проектором Была беда И горячие клавиши Не настроены А? Что? UARCO A Это у нас с вами Лекция 1 И здесь создаем Новый Еще и новый класс не создает Ай-яй-яй А, так зато он теперь И не ругается Если не пользуешься Горячими клавишами А? Я его еще не научил То есть У вас На Google диске В папке С материалами Будет документик Где написан Перечень Рекомендуемых Плагинов Для Идеи И ее настройка По-моему, даже у вас На Fundamentals И кто был Такой был файлик К нам один из файликов Это как бы Ну, это один из плагинов Заставляет вас Пользоваться Горячими клавишами То есть Если Вы клацаете мышкой На то Где есть комбинация Горячих клавиш Он вам говорит Такая-то горячая комбинация Пользуйся Ей И еще считает Сколько раз Вы ей не воспользовались У меня бывало Такой описи 23 раза Уже Вот Плюс Если вы три раза Кликнули одно и то же Он говорит А может Горячие клавиши Назначить Ну, такая Очень полезная Утилита Ну, горячие клавиши Намного Ускоряют Процесс разработки То есть Вот у нас С вами Аппликейшн Наш И Можно же написать Вот так Правильно Array List Там какой-нибудь По строкам Можно же так написать Правильно И будет работать А можно написать Вот так А в чем разница Вот основная Почему все говорят Вот это правильно А вот это зло Мы себя здесь Не завязываем На конкретной Реализации То есть Я здесь Могу Волен написать ArrayList А могу написать LinkitList И в коде Все будет работать Ничего не поменяется Все классно Если я здесь Напишу LinkitList Он скажет Подожди друг Какой LinkitList У тебя тут ArrayList Написан Ругается Видите Подчеркивают Так делать Нельзя Плюс Есть еще Такое Понятие Инъекция Зависимостей Где Вот эту Часть Можно Отдать На Откуп Фреймворком Или Или Контейнеру Веб Контейнеру Скажем В java Enterprise Edition Механизм Инъекции Зависимости Уже В язык Включен В java.ee Этот механизм Уже Как бы Включен Но Она там Не очень Удобная Поэтому В основном Инъекции Зависимости Пользуются Спринговой Фреймворком Что значит Это значит Что вы Вот эту часть Вообще Не пишете А где-то В конфигурационном Файлике Пишите Вот эту Вот штуку Переменную Проинициализируй Мне Ну не локальную Конечно А поле Проинициализируй Мне объект Там вот Какого-то Такого Класса Все И он Вам Везде Где надо Их подставляет Сам А потом Вы открываете Этот файлик А теперь Там другой Объект Будет И все В код Не лезет И все Автоматом Перестроилось Все работает Но для этого Как бы У вас Здесь должен Быть лист Потому что Если вы Напишете Сюда Тип Который Нельзя Будет Ругаться Это называется Программирование Через интерфейсы Плюс Групповая Разработка Да Обменялись Интерфейсами И Взаимодействуем С Объектами Друг друга Через Интерфейсы Помним Это Спецификатор Файнал Кто помнит Что это Первое Модификатор Файнал Может Использоваться С классами С методами И с полями Для полей Модификатор Файнал Делает Константы Для методов Запрещается Переопределение Этих методов Потомков Для классов Наследование Помним Зачем делать Файнал Классы Ну например Вы хотите Вы сказали Что этот класс Имеет Завершенную Реализацию Вы хотите Запретить Менять Эту реализацию По каким Либо Соображениям Может быть По соображениям Безопасности А как вы думаете А почему Чем плохо Что потомок Изменит Реализацию Родителя На родителя Это же никак Не отобразится Ну родительский Класс Не поменяется Ну потомок Да Мой метод Напишет По другому Ну и что В чем В этом Плохого Ну будет у него По другому Работать Мой метод Ну и ладно Ну поменяется А что в этом страшного А что в потомках Потомков страшного Проблема в том Что объект Потомка Может Использоваться Вместо Объекта Родителя В любом контексте То есть вместо Моего объекта Или вместо Объекта Моего класса Могут подставить Объект Потомка Моего класса В котором Методы Работают По другому Ну например Его методы Все данные Куда-то Сливают Образно Говоря Понятная Идея Китайские Детали Вроде Выглядят Так же Но Служат Меньше Вот То есть Для того Чтобы Объекты Потомков Не Использовались Вместо Моих Объектов С другой Реализацией Методов Один вариант Во вторых Для ускорения Работы Файл классы Работают Быстрее Потому что Запрещается Механизм Динамического Связывания То есть Механизм Динамического Связывания Происходит На этапе Выполнения Когда мы С вами Запускаем Метод Проверяется Нет ли Потомка Ничего Ли запустить Может Другую Реализацию Взять И вот Механизм Динамического Связывания Как бы Замедляет Процесс Выполнения Потому что Он дополнительно Проверяет А нет ли Какой-то Дополнительной Другого Метода Который Который Надо Запускать Понятно Если Вы делаете Класс Файл Все методы Файл Следовательно У них Не мог Быть Переопределение Значит Разрешение Методов Так Называется Разрешение Методов Происходит На этапе Компиляции То есть Какой Метод Запускать Уже Решено Во время Компиляции И во время Выполнения Никаких Допрешений Мы не Принимаем Мы просто Говорим Это Работай Все Мы ничего Не проверяем Никуда Не смотрим Мы сразу Говорим Работай Понятно То есть Быстрее Процесс Не намного Но быстрее И Файл Методы Преимущества Файл Методов То же Самое В этом же Они Быстрее Работают Чуть Чуть Но Быстрее Основные Еще Что касается Файл Важное Файл Файл Могут С полями Могут быть Поля Файл Могут быть Локальные Переменные Файл И могут быть Аргументы Файл Если у нас С вами Поля Файл Присваиваются Лим Значения По умолчанию У нас Файл Поле И мы ему Не присвоили Значения А что Будет Ошибка Компиляции Этот код Не Компилируется А что Надо Сделать Для того Чтобы Скомпилировать Код В котором Файл Полю Не присвоено Значение Во всех Конструкторах Этому Полю Надо Присваивать Значение Не в одном А во всех Либо Где Она Альтернатива Всем Конструкторам Какая Может быть Блоки Инициализации Помните Мы с вами Смотрели Порядок Выполнения Классов И там Мы рассматривали Блоки Инициализации То есть Блоки Инициализации Это код Который Выполняется При Создании Объектов Это Просто Код Взятый В фигурные Скобки Внутри Класса Так Вот Если У вас Есть Файл Поле И вы Ему Не присваиваете Значения То Этому Полю Либо Во всех Конструкторах Должно Присваиваться Значения Либо В блоке Инициализации Либо Там И там То есть Не должно Быть Такой Ситуации Что вы Создаете Объект А у вас Константа Без Значения Компилятор Это Выявит И Код Не Скомпилируется Локальные Переменные Могут Быть Без Значения Финальные Могут Единственное Что вы Не можете Ими Пользоваться Пока Не Присвоите Значения Вы Можете Объявить Финальную Локальную Переменную Не Присвоите Никакого Значения Но Пока Вы Это Значение Явно Не Присвоите Пользоваться Ей Нельзя После Того Как Вы Присвоили Переприсвоить Его Тоже Нельзя Я думаю Это Всем Понятно И Бывает Файнал Аргумент А это Что за Чудо Смотрите У меня Может быть Public Static Какой Нибудь Void My Method И Он Например Что-то Будет У нас Сейчас Печатать И Здесь У меня Есть Int Давайте String Напишем String S И Здесь Я С Буду Печатать Я Здесь S А то Могу Поменять Написать Здесь S Равно Hi Спокойно Здесь Беру My Method Пишу Hello Запускаю Запускаю Получил Hi А я могу Взять Здесь Написать Final Все Вот Эта Штука Уже Недопустимо Я Теперь Я S Теперь Менять Значение Не Могу Единственное Будьте Аккуратны Если Это У вас Ссылочный Тип Данных Что Вы Поменять Не Сможете Ссылку А Что Сможете Объект Объект Который Хранится В Ссылочной Переменной Вы поменять Сможете А вот Ссылку На этот Объект Уже Не Сможете Понятно Это То есть Он Такой Тонкий Момент Строки Неизменяемый Тип Данных То есть Здесь Мы С вами Ничего Не Сделаем А Если Например Был Стринг Билдер Помните Такой Класс Стринг Билдер Я В стринг Билдер Передаю Hello А здесь Беру Уэс Точка Что-нибудь Аппенд Пожалуйста Для красоты Как бы С Я поменять Не могу Но То Что в ней Лежит Пожалуйста Меняйте Без вопросов Ясная идея Ну понятно С примитивными Типами данных Это не работает Потому что Переменная Примитивного Типа Внутри Себя Хранит Непосредственно Значение Никаких Там Ссылок Нет Это Из Тонкости Кстати Кто помнит Что это Давайте Подумайте Сформулируйте Мы Смотрите Важно Если вы Придете На собеседование Вам Задают Вопрос Вы Начинаете Отвечать Отвечаете Так Что первое Пришло У вас Иногда Получается Ну Вы Понимаете Но Говорите Некрасиво Поэтому Лучше Чуть-чуть Подумать Сформулировать Мысль И как бы Ну Четко Отвечать Главное Отвечать Четко Получается Статик Это ключевое Слово Которое Показывает На Принадлежность Полей Методов Классу Следовательно Статические Поля Методы Принадлежат Классу Соответственно Они Общие Для всех Объектов Этого Класса И Существуют В единичном Экземпляре И Инициализируются На этапе Загрузки Класса В память Инициализируются Статические Переменные И Выполняются Статические Блоки Инициализации Но Могут Одни Работать Ну То есть Они могут Быть Не связанными А могут Быть Связанными Между Собой Методы Можно Вызывать Через Класс И Через Объект Да Причем Даже Считается Правильно К статическим Методам И к статическим Полям Обращаться Именно Через Имя Класса Тем Самым Подчеркивая Что это Статический Метод И статическое Поле Хотя Можно Обращаться Через Имя Ну Через Объект Но Это Считается Как бы Не Лучший Вариант Просто Можно Запутаться Вы Не Видите Что Вы Видите Вызывается Метод Но Для Вас Это Непонятно Какой Это Метод Статический Или Нет Ничем Не Отличается В Объявлении Своем Просто Можете Запутаться Или Обращайтесь К полю Непонятно Это Поле Этого Объекта Или Поле Всего Класса И Таким 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 Образом Когда Мы С Вами Говорим О Статике Мы Можем Сказать Что У Нас Есть Поля И Методы Объектов И Поля И Методы Классов Классов Есть Свои Методы И Поля Причем Статические Методы Работают Быстрее Не Статических С той же Логикой Статики Работают Быстрее Потому Что Им Не Передается Неявного Аргумента Помните Мы Зыс С вами Учили И Мы Говорили Что Зыс Это Неявный Аргумент Методов Не Статических Да Зыс Такое Зыс Для Статических Методов Зыс Это Ему Не Передается Этот Зыс Что Такое Зыс Мы Вызываем Метод Где Хранится Метод А Что Хранится В Методе То Что Хранится В Объекте Кто Помнит Вот У У У У У Есть Объект Где Объект Живет Давайте Так В Хип Что В Нем Хранится В Объекте В Объекте Хранится Значение Полей То есть Объект Это Набор Значений Полей Нет там Методов Там Данные Объект Это Набор Данных Все Ну там Какие-то Заголовки Но мы Об этом Не говорим Да Просто Грубо Говоря Для Нас Как Для Разработчика Объект Это Просто Набор Данных Или Набор Данных Описывающих Состояние Объекта Да У нас Есть Голубой Стол Там Хранится Цвет Голубой Стол С Тремя Ножками Там Хранится Цвет Голубой И Цифра Три Все А все Методы Где Хранятся А Не Слышу Где Хранятся Методы Стэки Хранятся Что Давайте В стэке Хранятся Локальные Переменные Методы Потому что Стэк Это Область Памяти Которую Используют Методы В процессе Своей Работы Это Память Методов Грубо Говоря Значит Там Хранятся Локальные Переменные А где Методы Хранятся В Метаспейсе То есть Наш Класс Или Описание Нашего Класса Вся его Структура Хранится В метаспейсе И методы Как часть Класса Хранится Вместе С классом В метаспейсе И когда Вызывают Метод Не статический Ему Надо Сказать С кем Ему Работать То есть Я вызываю Метод ChangeColor ChangeColor Кого Ему В качестве Неявного Аргумента Автоматически Дают This This Это тот Объект На котором Его Как бы Вызывают Вы пишите Да MyTable ChangeColor Вам то Все понятно Но Организация Такая Структура Данных Такая Что Объект В одном месте Лежит Метод В другом Их взяли А теперь Говорят Так Тебя Вызвали На вот Этом Работай С ним И вот Этот This Это Неявный Аргумент Ну Например Мы можем С вами Что Сделать Сделать Какого-то Human Сделать Еще Один Класс Ребят Все Понятно Если Непонятно Спрашивайте Может Я Сильно Б Быстро Начинаю Объяснять Но Мы В принципе С вами Как Это Кто Первый Раз Пришел Проверяем Ваши Знания Да Кто Второй Раз Пришел Освежаем Ваши Знать Так Здесь У нас Будет С вами Private Проверяем String Name Здесь Будет Private Vintage Давайте Сделаем Конструктор И Давайте Сделаем Getter Is Сеттер Даже Вот Getter И Сеттер Да То Есть Я Теперь Тупо Беру Здесь Не Здесь И Здесь Создаю Human 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 Равно Human Вася Васай Как Обычно И Ту Стринга Тут Ту Стринга Не Хватает Еще Не Там Кликнул Вот У нас Есть С вами Human И Мы Его Можем Напечатать Здесь Я Взял Print LN И Ему Дал Human То Есть Все Понятно А если Я Беру Human И На нем Даже Вызываю Метод Set Age 25 Постарел Так вот У нас Сеттер Лежит В Metaspace А Human Лежит В Хипе То есть Они Отдельно Лежат И Когда Вы Пишите Просто Точку Что Это Значит Это Значит Что Мы Находим Set H В Metaspace И Ему В Качестве Неявного Аргумента Вот Где-то Здесь Пишем This То есть Неявно Происходит И Ему В Качестве Вместе С 25 Еще Приходит Для 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 Какого Объекта Его Вызвали Кому Ему Возраст Менять Какому Именно Из Наших Десяти Миллионов Хьюманов Надо Поменять Возраст Понятно То есть Вот же Такой Неявный Аргумент Этот Зис И Вот Этот Неявный Аргумент Он В Этот Зис И Приходит И Туда И Пишется И Теперь Внутри SetAge У Нас Есть Зис Мы Этим Зисом Можем Пользоваться Так Этот Зис Это То Что Пришло В виде Неявного Аргумента При Его Вызове У Статиков Этого Нету Потому Что Статики Не Вызываются На Объектов Никаких Неявных Аргументов Ему Не Передается Он Просто Его Вызвали Работает Буду Работать Все Поэтому Работает Чуть Быстрее Потому Что Ему Ничего Не Передают Дополнительно Поговорили Поговорили Понятно Что Статики В одном Экземпляре Да То есть У нас Миллион Объектов Но Статическое Поле Для них Всех Общее Поменяем Через Один Объект Поменяется Для Всех Из Статических Методов Нельзя Обращаться К Нестатическим Полям Понятно Почему А почему Почему Нельзя Из Статических Методов Обращаться К Нестатическим Полям Ну Например Здесь Вот я написал Интэйдж Равно 30 А вот Здесь Из мейна Просто Даже Хочу Вывести Эйдж Почему Ругается Почему Не видит Почему Статик Вот Если Я здесь Напишу Все Будет Хорошо А Не Статик Все Плохо А Где А Эйдж Лежит А нигде Он еще Не лежит Где Хранятся Поля Не Статические Где Поля Где Хранятся Поля Объектов В Хипе После Создания Объекта Мы Никаких Объектов Не Создаем К Какому Мы Эйдж Обращаемся Его Нету Просто Это Шаблон Это Будущая Архитектура Да У Объекта Апп Будет Эйдж Но Ни Одного Объекта Нету Куда Ты Обращаешься Если Будет Миллион Какой Из Миллиона Эйдж Ты Хотел Напечатать А Как Сделать Чтобы Тут Все Таки Что Заработал Статик Либо Нью Апп То Есть Я Создал Объект Апп И На Нем Обратился К Его Эйдж Причем Некоторые Там А как Это Мы Из Метода Из Класса Создали Его Объект То Вполне Нормальная Структура Я Из Апп У Меня В Апп Метод Мейн Я Создаю Объект Апп И Обращаюсь К Полю Из Того Ж Переплетение Одно Вложено В Другое Абсолютно Нормально Работает Опять Объект Пошел В Одну Память Мейн Лежит В Другой Памяти Структура Лежит Где-то Там Рядом То есть Оно По Разным Местам Разложено И Поэтому Друг Другу Не Мешает Потому Что Мы Это Все В Кучу Свели Но На самом Деле Оно Живет По Отдельности То есть Если Оно На одном Экране И В Одном Файле То И В Приложении Оно Где-то Рядышком Все Лежит Это Понятно Уже Без Перерыва Да Уже Все Ну Давайте Перив Перив И Продолжим Время Как-то Нас Поджимает Окей Смотрите У нас Есть С вами Три Класса Абц Связанных Между Собой Наследованием В Этих Классах Есть Статические Поля Нестатические Поля Конструкторы Блоки Инициализации Предскажите Мне В Какой Последовательности Что Отработает Я Создаю Объект Класса С Все с конструкторами смотрите сначала отрабатываются все статики статики а статики б статики c статики в рамках одного класса отрабатывают в порядке очереди или по порядку их встречания то есть я написал код но времени мало более мы его писали раньше то есть в классе проинициализируются все статические поля и выполнятся все статические блоки инициализации по мере их встречания то есть если они в перемешку отработают в перемешку то есть не сначала поля а потом блоки инициализации а поле поле блок блок что встречаем то и работает в той последовательности которая написана то есть A, B и C. Почему? Потому что, когда мы с вами создаем объект класса C, мы его должны загрузить в память. А прежде чем мы загрузим объект класс C в память, мы должны загрузить всю его иерархию наследования. Мы грузим A, грузим B, грузим C. После этого начинаем создавать объект. Для создания объекта класса C нужно создать объект класса C. Для создания объекта класса C нужно создать объект класса A. При создании объекта класса A инициализируются все нестатические поля и выполняются нестатические блоки инициализации в порядке их встречания. Ну как они встречаются? Поле, поле, блоки инициализации, блоки инициализации отрабатывают. Конструктор отрабатывает самым последним, даже если он был самым первым. Конструкторы всегда работают последними всегда то есть сначала все поля с блоками инициализации только потом конструктор и так для класса а потом то же самое для класса б и потом все то же самое для класса цвета есть конструктор класса c отработает вообще самым последним понятная идея вот это часто тоже спрашивают вот такая штука которую вы даже если используете вы не задумываетесь как оно происходит когда-то слышали читали не благополучно забыли еще бывает например когда у вас тут начинаются игра зис и супер в конструкторах что делает зис в конструкторе конструктор того же класса а что делает супер в конструкторе вызывает конструктор родителя а может жизнь зис и супер быть в одном конструкторе нет а почему в одном конструкторе быть не может и зис и супер должны быть первыми инструкциями в конструкторе а как может быть два две конструкции одинаково первыми никак то есть у нас в одном конструкторе будет супер то есть в одном конструкторе будет зис а супер где будет который мы вызвали то есть у нас зис в одном конструкторе а супер должен быть в том который мы вызвали через зис и получится цепочка зис супер и через супер ушли на конструктор родителя то есть мы как бы снизу вызываем 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 а потом пошли работать вниз отрабатывать то есть вот это кто кто забыл повторите потому что ну это такая штука которую надо понимать что необходимо помнить мы с вами наверно все проговорили и вложенные классы что это за чудо такое до этого мы с вами рассматривали взаимодействие классов в каком контексте один класс может содержать ссылочные переменные другого класса может вызывать методы другого класса то есть классы взаим то есть классы были отдельными такими сущностями общались друг другом при помощи методов либо же объекты одного класса находились внутри другого класса ссылочные переменные бывает ситуация когда один класс объявлен внутри другого класса называется вложенными классами то есть один класс можно объявить внутри другого класса зачем это делать это в первую очередь для для логической группировки классов когда у вас классы тесно связаны то вы можете один класс объявить внутри другого то есть они идут всегда вместе понятная идея ну например у меня есть стол у него ножки и ножки прикручены к столу но как-то связанные вещи да то есть подразумевается что ножка наверно без стола ну как-то ненужная штука ну мы про ножку стола говорим ну я не ну тут знаете как это это уже философские такие вещи да то есть можно так можно можно так мы и так можно и так можно и так и так будет работать да то есть вы можете сделать вложенные класса можете или можете этот класс сделать не вложенным то есть скорее всего это это будет работать причем решать одни и те же задачи просто как-то в одном случае оно будет более логически правильно организовано в другом случае менее логически правильно организовано тут уже как бы идет такая архитектура как можно так а можно так это логическая группировка когда классы между собой очень тесно связаны можно один класс определить внутри другого ну например центр круга может ли существовать центр круга отдельно от круга что есть у центра у центра могут быть набор каких-то полей методов например что может быть у центра круга во первых него могут быть координаты x и y потом у него там например толщина точки центр круга точкой у нее есть там параметры жирность ее там цвет и так дальше что мы можем сидеть мы можем перемещать например по плоскости относительно ее будет там наш круг перерисовываться то есть можно придумать задачи как то она будет реализовываться дальше ну еще повышение инкапсуляции что это значит это значит что вложенные классы имеют доступ к приватным полям классов которые не вложены то есть в хост классы вложенные классы могут обращаться к приватным полям и методам классом класса внутрь которых они вложены и внешние классы могут обращаться но есть у нас nested класс и аутер коза внешние классы могут обращаться к приватным полям и методам вложенных в них классы них классов ну понятно что идею идею объектов никто не отменял да если у класса там у аутер класса статический метод не может обратиться к не статическому методу этого класса ну то есть нельзя обратиться к тому чего нету ну понятно да идея то есть идея в том что внешний класс может обращаться к приватным полям внутреннего внутренних приватным полям внешнего ну еще более читабельные легкой использую в использовании код что значит легкочитаемый например вы пишете какой-то класс и тут вам нужен объект этот объект нужен блин только в этом классе ну просто чтобы проще было писать ну например у вас задача у некоторых была вы считали количество сколько раз встречается буква в слове и печатали рейтинг этих букв у кого то было ну а то есть у нас есть текст и нам надо посчитать сколько каждая буква в этом тексте встречается и распечатать их топ 100 или топ 10 топ 5 каких легко считать создаем класс у него два поля буква сколько раз встретилась бежим по тексту нашли буковку а берем коллекцию создаем объект нашего класса буква для буквы а с каунтером 1 бежим дальше буква b такой же объект в коллекцию буква c такой же объект в коллекцию буква опять а ну как каждую букву мы смотрим нет ли ее в коллекции если находим увеличим счетчик не находим создаем объект непонятная идея зачем нам этот класс делать внешним он никому больше не нужен эта буква мы его тут же рядышком делаем вложенным делаем у него поле буква поле каунтер этот бежим по тексту находим буковку создаем объект этого класса и ложим в нашу коллекцию все рядышком причем вложенные классы бывают даже в методах мы в рамках мы в наш метод можем вложить класс объекты которого будем потом создавать и вложить в коллекцию то есть наш объект даже за рамки метода никогда не вылезет наши объекты они нам нужны только как операционно да вот на данный момент нам через объекты проще решать задачу через объекты этого нашего вспомогательного класса все метод отработал ни класс не нужен ни его объекты мы все напечатали мы топ наш распечатали метод завершил свою работу все шабаш понятная идея то есть иногда нужно просто вот какой-то объект определенного класса но он нужен вот только здесь только сейчас и больше не нужен зачем увеличивать эти количество файлов потом он будет под ногами этот файл постоянно путаться вы его будете видеть в списке в вашем проекте то есть а чем больше файлов в проекте тем в них сложнее ориентироваться вы открыли вот столько классов блин и начинаешь искать тебе нужный меньше файлов проще проще навигация по проекту плюс опять же к приватным полям ходим напрямую ну тоже такой спорный правда вопрос обращаться к полям напрямую приватным по имени в принципе кто помнит инкапсуляцию даже внутри своего класса к полям обращаемся через геттеры и сеттеры даже внутри своего класса когда мы их видим пожалуйста вот они то есть преимущество здесь такое ну ну как бы неявное сильно и какие же бывают вложенные классы то есть бывает несколько разновидностей вложенные классы существует четыре типа вложенных классов в джава это статические вложенные классы static nested класс внутренние классы inner класс локальный внутренний класс local inner класс и анонимный внутренний класс анонимус inner класс в чем разница смотрите во первых локальный то есть нелокальный и локальный что это значит не локальный это класс вложенный в класс локальный это класс вложенный в метод то есть внутренние классы могут объявляться в классе а могут объявляться в методе. То есть класс вложен в класс, класс вложен в метод. Статические классы, то есть мы можем писать static, public, class, miner class. То есть вложенные классы бывают статическими, но статические классы не бывают локальными. То есть статические классы это классы вложенные только в классы. Нестатические могут быть как вложенными в класс, так вложенными и в метод. И бывают еще анонимные классы. Анонимные классы это локальные классы. Анонимные классы всегда вложены в методы. Что значит анонимные классы? Это класс, у которого нет имени. Помните, мы с вами лямбда выражениями создавали объекты компаратора. Помните, кто помнит? Так вот, мы с вами, грубо говоря, получали объект анонимного класса. Потому что лямбда выражения нам что возвращало? Объект. Объект какого класса? Фиг его знает. Мы единственное знали, что этот объект реализует интерфейс компаратор. Все. А какое имя этого класса? Ну, если честно, там оно вот такое, набор букв и цифр. Даже не выговоришь. У анонимных классов тоже есть имена по номеру. Один, два, три, четыре, пять. Можно посмотреть. Посмотреть можно, но толку нам от этого никакого. Ну и вот как бы вам. То есть, вот статический класс объявлен внутри класса. Статик-нестед класс объявлен внутри класса. Иннер класс объявлен тоже внутри класса. Локал-иннер класс объявлен, видите, внутри метода. И анонимный класс объявлен тоже внутри метода. Ну, про анонимный класс поговорим там, синтаксис интересный. Помимо вложенных классов бывают вложенные интерфейсы. Причем в классах у класса может быть вложенный интерфейс, а у интерфейса может быть вложенный класс и вложенный интерфейс. Все, друг друга вкладываются. Получается следующая ситуация. У класса может быть вложенный статический класс. У интерфейса может быть вложенный статический класс. У класса может быть вложенный статический интерфейс, и у интерфейса может быть вложенный статический интерфейс. То есть, классы внутри классов, классы внутри интерфейсов, интерфейсы внутри классов, интерфейсы внутри интерфейсов. Писать не обязательно. То есть, все, что вложено в интерфейсы, всегда статик. То есть, вот интерфейс, вот это слово статик можно убрать. То есть, вложенные интерфейсы всегда статик. То есть вот этот статик можно убрать В интерфейса всегда статически вложенный класс У класса всегда вложенный статический интерфейс И в интерфейсе всегда вложенный статический интерфейс То есть вот эти три слова статик Если вы не напишите, все равно будет статик Пишите, не пишите, будет статик Ну я на вашем месте для начала всегда бы писал Как ключевые слова потому что где-то вы подумаете, что все равно статик, а вот здесь, например, нет. Вот здесь статик и не статик, это уже два разных класса. Тут понятно? Поэтому поначалу лучше всегда пишите слова. В принципе, всегда считается лучше написать явно, чем надеяться на значение по умолчанию. Повышается читабельность, вы сразу видите, а, паблик. Вам не надо думать о паблик, в интерфейсе все методы паблики, если нет паблика, может пэккедж. Чем читабельнее, тем лучше. Поэтому лучше всегда писать. Не страшно, что вы лишнее слово напишите, у вас на это уйдет полсекунды. С компилятором, который ст написали, Ctrl-пробел, он вам все остальное дописал. Статические вложенные классы интерфейсы. Ну вот пример, смотрите, у нас есть есть класс Shape. Не важно, что он абстрактный. То есть, кстати, абстрактные классы могут содержать неабстрактные вложенные классы. Не вопрос. Abstract класс Shape. Внутри него находится PublicStaticClassColor. То есть, внутри абстрактного класса находится статический, неабстрактный класс Color. У него есть три поля. конструктор. Второй конструктор и ToString. И какой-то другой код. Важный момент. Статические вложенные классы практически ничем не отличаются от невложенных. Ну, по функциональности. То есть, он почти как самостоятельный. То есть, он может существовать отдельно. Его объекты могут существовать отдельно от своего внешнего класса. Ну, как статическое поле, да. То есть, вы к статическому полю можете обратиться через имя класса и не имея ни одного класса этого объекта. Ну, преимущества все те же. Группировка, доступ к приватным полям, более читабельная архитектура. То есть, идея вся та же, но просто у него очень много свободы, да. То есть, он может существовать отдельно от своего внешнего класса. Единственное, что нам говорит о том, что это вложенный класс, мы к нему типу обращаемся через тип родителя. Мы пишем shape.color и конструктор вызываем new shape.color То есть, мы к нему обращаемся через родителя, но в принципе, он очень самостоятельный. То есть, родитель на него практически не накладывает никаких ограничений. Ну, только модификатор доступа. Да, если родительский класс нам недоступен, то мы и к его вложенному не достучимся. Ну, можем что-то похожее написать. Блин, горячих клавиш нет. То есть, что у нас там было? Shape, да? Shape так пишется. Shape. А, пакет создал. Shape. А внутри этого shape'а можем написать public, static, class, color. И все. И здесь, как обычный класс. У него может быть все то же самое. У него могут быть конструкторы, поля, статические поля, методы, статические методы, блоки инициализации. То есть, ничем не урезанный класс. Все как у всех. У него могут быть интерфейсы реализованы. То есть, смотрите. Implements Serialisable, например. Ну, а что если? Потому что он на меня никаких ограничений не накладывает. То есть, я реализовал интерфейс, у которого нету ни одного метода. Классно. То есть, я показал, что так можно и ничего делать не надо. Это интерфейс-метка, у которого нет метода, он просто говорит о том, что объекты этого класса можно сериализировать. Что это такое, мы поговорим в будущем. Мог, ну, давайте Comparable. Comparable. Color. То есть, видите, мы с вами в принципе почти как обычным классом оперируем. Что там у нас? с int r, int g, int b, private забыл. Пожалуйста, можем хранить цвет теперь. Сюда конструкторчик. Getter и Setter. Эй, не ту кнопку нашел. Вот. Все хорошо. Единственное, конечно, мы сказали, что к private улезть можно, но без объекта, понятно, мы сюда не достучимся. Это снаружи. Потому что создание объекта, создание класса Shape не гарантирует создание объекта Color. Я могу создать Shape, а Color не создавать. Окей. Как теперь создать Color? Ну и компаратор. Компаратор, блин, три цвета. Реализация компаратора будет ну, comparable. А, это качу. А, у нас же должно быть больше-меньше. То есть, ну давайте только по красному. О! Давайте не так. Get R Get B тоже R Годится. Теперь что я здесь могу взять? Я могу взять, беру, говорю, Shape . Color Видим, у меня тип такой теперь. Shape Color. Какое имя назовем? Оригинально. New Color Не, New Shape Да. Color. Ну, кода цветов я не помню. Что это будет. Вот, я создал объект, пожалуйста. Не. А Color существует. Просто класс. То есть, ну это такой, как бы, они связаны, да, но связь у них самая такая. Че? Не, ну вот она писала, а я что там не переопределил, что ли? А, забыл. Забыл, что-то думал, что переопределил. Ну, конечно. Куда же без TOOS 3, ну. Пожалуйста. Shape они существуют, Color есть. Причем, они в памяти тоже, ну, как бы, если мы с вами посмотрим, как они лежат, блин. Да. А Color где? Че-то он тут их неправильно показывает. Ну и что? Эта штука неправильно их просто показывает. Это среда последняя, надо же всегда идти к последней инстанции. Вот это же наша, да? PT October, по-моему. Идем. где попкаут. Где попкаут? Странно. Откуда оно работает? Ну вот. Нашли в другом месте, видите? Но это неправильно. Сейчас мы починим. Shape, Dollar, Color. Вот как бы такая, видите, у меня Java файл 1, а класс файла 2. Потому что для каждого класса свой файл, даже если он, блин, вложенный. Видите? Не, в таржете это хорошо, но вообще-то должен быть еще папочка Out. Можно посмотреть. Для этого идем. Таржет это делает Maven. Maven делает папку Target. А среда делает папку Out. Ну, должна делать. Сейчас мы в ее настройки зайдем. Ну, вот есть папочка Out. Edit Configuration Make. Ну, должна она его скомпилировать и туда что-то написать. Есть, правда, еще одна идея насчет обновить. Не. это не, не должна была. Сейчас, подождите, еще один вариант. Я не посмотрел, где этот Out у него был написан. Workspace, Workspace, Programming, October, X, Out. Видите, папочка здесь написана, на жестком диске ее нет. В эту папку идея должна компилировать мой проект. давайте clean сделаем. Она могла просто использовать, я же тогда скомпилировал, можно она использовала. ну. Она посмотрю, но как-то это неправильно. То есть, в других проектах, если мы посмотрим, странно. Может, другая версия. А? Ну, наверное, да, они увидят, что это Maven проект и используют папку Maven. Скорее, просто может новая идея. Ну, скорее всего, он тоже в тарах. Ну, хотя, почему тогда здесь... Ну, зачем она тогда прописывает, что она где-то была? Вот, зачем вот это писать? Ну, вот, я компилирую. Не, ну, чисто понятно. Чисто, да. Ну, видно, из-за того, что Maven, она в Classes и компилирует его. То есть, Maven в Таржет, да, это да. Я думал, что идея положит... А это я не Maven нам делал, это вот она, да. То есть, идея теперь тоже мне в Таржет компилирует, хотя пишет, что как бы в Out. Ладно. Неважно. Причем, в Edit Configuration и тут нету Maven'овской цели. здесь есть Make просто стоит. То есть, идея понятна, да, с вложенными классами. А, ну, и вот показано, видите. Ну, это скрин из Eclipse, там, PubCabin. то есть, вложенные классы бывают абстрактными, они бывают финальными, обращаться к ним нужно через точку, их можно наследовать, они могут кого-то наследовать, они могут реализовать интерфейсы. то есть, в принципе, ну, ограничений особо никаких нету. Только что они, он территориально находится внутри другого класса, и они могут обращаться к приватным элементам друг друга. Внутренние классы, инер классы, нестатические. Такие нестатические вложенные классы принято называть внутренними или инер классами. Основные особенности. Обращение к этим классам производится через объекты внешнего класса. То есть, мы не можем создать объект этого класса, не создав предварительно объект внешнего класса. Понятно, в чем разница, да? То есть, у нас здесь с вами была ситуация, что мы через shape обращались к color, да? Через точку. Если, например, какой там у нас пример, давайте напишем, у нас есть класс point в классе circle. Быстренько сейчас. Не работает горячая клавиша? Нет. Ничего, настроим. java класс circle, а в нем будет public класс point 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 boom ой вот и здесь, например, опять же private int x private int y гэтеры мэтик сеттеры конструкторы и конструкторы и здесь to string вот класс пожалуйста как с ним поступить теперь мы здесь берем например нет у нас пока никаких объектов пробуем на я говорю мой как там все руку такого был все call . point пока пробую так point не ну тип данных таки пишется все call . point тип данных я правильно писал но смотрите как создаются объекты пробуем это эту же ситуацию пробуем также что у нас там два аргумента было да по моему 2 x y пишу 2 запятая 5 и нельзя то есть я не могу создать объект point не имея объекта сёкол как в этом случае быть вот так я создал объект сёкол и на нем вызвал конструктор поинта и таким образом получил объект сёкол поинт то есть вот эти уже между собой связаны и зачастую вы получается как если те слабая связь здесь связь побольше понятно и очень часто при создании внешнего класса его же конструктор создает объект внутреннего класса и в процессе своей работы его используют ну как например я создаю круг логично что у круга есть центр и при создании круга я сразу же создаю центр и поле моего круга это центр ну как здесь и написано смотрите сёкол внутри объявлен point и у сёкла есть поле point поле point которое инициализируется конструктором сёркла то есть вот я в конструкте сёкол создаю объект point и записывая его в свое же поле понятная идея у вложенных не статических классов статических полей быть не может статических методов быть не может то есть статиков тут нет здесь только не статики конструктор да это все может быть наследование по-моему может быть но статики статиков нет вот давайте посмотрим как в памяти лежит по-моему также ух ты сейчас нас будут выгонять не туда полез что-то я уже хватит работать а лежат они по-другому видите а где point не я чё а доступ закрыт сейчас так как она работала а а я же не запускал его на работу я же просто написал и все я думаю какой код работал работает же этот классы тоже ну тоже самое за на живет в любом случае даже анонимные сюда попытки все будут через через собаку то есть через доллар инонимные тоже посмотрим так это понятно статики запрещены как я вам уже говорил внутренние классы внутренние классы принадлежат как бы методом существуют в рамках метода обратиться к ним можно только из этого метода созданные объекты тоже живут в рамках этого метода то есть класс ограниченный рамками методов за пределы метода он не выходит но в класс файлах он есть да то есть мы за пределами метода к нему обратиться не можем почему я же не могу сказать класс принадлежащий методу как это написать никак и анонимные классы что это такое смотрите анонимные классы это классы у которых нет имени потому что нас их имя не интересует нас интересует объекты этих классов а точнее их свойства их методы еще быть точнее нас интересуют методы реализующих классов которые эти анонимные классы реализуют самый наглядный вариант это интерфейс компаратор у меня есть сейчас будет какой-то лист лист хьюманов я в него складываю хьюманов да китайцем я был прошлой жизни вот три есть и я хочу их отсортировать что для этого мне нужно мне нужен класс можно даже без класса я беру свой хьюман лист и вызываю на нем метод сорт а методу сорт надо дать компаратор то есть дать объект реализующий интерфейс компаратор но какой это будет класс мне главное чтобы объект класса реализующего интерфейс компаратор я это могу сделать при помощи лям до выражения которые мы с вами учили а могу сделать при помощи анонимных классов то есть создать объект анонимного класса синтаксис следующий я пишу new компаратор все происходит само то есть синтаксис следующий new компаратор дженерифицированный тип дженерифицирован он хьюманом и пишу круглые скобочки такое ощущение что я вызвал конструктор компаратора да но у компаратора нету конструктора это интерфейс это синтаксис такой после этого я пишу new компаратор сразу открываю скобочки внутри этих скобочек я пишу реализацию класса реализующего интерфейс компаратор но имя его как вы видите я не пишу то есть тело класса я пишу а имя не пишу и вот такой синтаксис позволяет мне получить объект реализующий интерфейс компаратор а имя его там не неважно какое у него имя ну через лямбда это одна строчка а тут вот куча текста но это было раньше лямбды появились позже вот здесь ну сравним посортируем их почем по имени то есть o1 get name com p2 o2 get name все в принципе мы реализацию написали и выведем это на экран human list for each а тут лямбдачки используем println вот это не надо о по-моему такое рассматривали с вами пожалуйста по алфавиту вот вам лямбда коротенько а вот вам не коротенько памяти в памяти смотрите как интересно доллар один он тоже лежит а имени у него единица ну как то надо было хранить кстати лямбды в памяти в виде класс файлов не хранятся то есть при помощи лямбда выражения мы можем тоже создать объект реализующий какой-либо интерфейс функциональный только да вот ограничение у лямб только функциональные интерфейсы у анонимных классов любые интерфейсы любые классы то есть я при помощи анонимного класса могу реализовать любой ну вернее унаследовать любой класс сделать потомка любого класса или сделать реализацию любого интерфейса то есть не обязательно только с интерфейсами это работает могу писать там ну такой притянутый за уши пример смотрите human human равно new human сюда же надо его а я его конструктор ему не передам я ж конструктор human должен вызвать конструктор по умачанию не должен быть ну понятно почему что сейчас не ругается тогда ругалась потому что у моего анонимного класса не может быть конструктора потому что имя конструктора должно совпадать с именем класса а у моего human не было публика конструктора без аргументов а из этого конструктора как бы должен тогда был вызваться конструктор human а его нету то есть понятно в чем проблема здесь я могу добавить тут стринг напишу свой и все ну как то оно конечно то времени просто не хватает hello hello human hello human плюс супер ту стринг то есть я переопределил родительский ту стринг что-то дописал и вызвал ту стринг хьюмана теперь можно взять его напечатать ну понятно что ноль потому что я ничего не задал но видите вывод другой то есть таким образом при помощи анонимного класса я создал подкласс хьюмана и если мы с вами опять же пойдем сюда то сейчас видите два второй анонимный класс в рамках аппп пример применения и перечисления то есть применение мы с вами посмотрели все уходим перечисления в следующий раз в следующий раз в следующий раз в следующий раз вот